Продолжаем тему. Второе пришествие Христа. Почему великие души возвращаются на землю? Отец Абсолют, Матерь Мира. Здравствуйте, дорогие наши любимые дети. Прежде чем продолжить наш разговор о втором пришествии Христа, необходимо сделать некое отступление и рассказать вам о том, как приходят на землю великие души. Нам хочется, чтобы вы осознали, на какой смелый шаг они идут. Они достигли вершины своего духовного развития, вышли на тот уровень, когда могут уже не воплощаться в физических телах, а продолжить свою эволюцию на тонком плане, путешествуя во Вселенной или воссоединившись со своей звездной семьей. Но поскольку многие из них не раз рождались на земле, они всем сердцем полюбили эту прекрасную планету, несмотря на тяжелейшие испытания, которые выпали здесь на их долю. Они были благодарны за приобретенный здесь уникальный опыт и поскольку они прекрасно понимают, как трудно преодолеть людям, стоящие на их духовном пути барьеры и препятствия, многие из них выбрали на небесах своей миссией помощь человечеству. Конечно, вы знаете имена многих из них. Это те сильные духом великие души, которые оставили о себе добрую память на земле. Кем восхищаются люди? На кого равняются? Кому обращаются за помощью в минуты тяжелых испытаний? Именно эта взаимная непрерывная связь и не дает многим из них уйти в другие миры, оторваться от околоземного пространства, где пребывают они, дабы наблюдать за происходящим на земле и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Так и прокладывается тот самый невидимый мостик между людьми и светлыми силами, находящимися на небесах. Но вершиной любви к человечеству этих великих душ является их решение вновь спуститься на землю, дабы продолжить свое служение, находясь уже в физических телах. Они прекрасно знают, что при этом они могут забыть о том, кто они и почему вернулись на землю, что чаще всего и происходит. И тем не менее они идут на этот шаг, бросаясь вниз, как в омут, рискуя потерять то, что нарабатывали веками, и отбросить себя назад на пути своей духовной эволюции. Что бы этого ни случилось, они стараются подобрать себе такие семьи и такие условия жизни, которые помогли бы им выйти на служение в самые короткие сроки. И сейчас на земле сложилась уникальная обстановка, когда в одной семье может оказаться сразу несколько частичек великих душ. Еще на небесах они решили подстраховаться и приходить на землю группами в надежде вспомнить друг друга, находясь в физических телах. И действительно, те знания и практики, которые льются сейчас мощным потоком с небес, помогают им вспомнить, кто они и какова их цель пребывания на земле. Многим из людей дано сейчас познать свои предыдущие воплощения и даже перемещаться в своих тонких телах в иные миры, на другие планеты, в свои прежние жизни. Это помогает им осознать ответственность перед собственной душой и вспомнить, почему и для чего пришла она вновь на эту прекрасную планету. Именно такие люди и становятся сейчас духовным авангардом планеты. Теми, кто ведет за собой остальных, кто учит их безусловной любви, показывая им пример истинного служения, искреннего и бескорыстного. Они как магнитом притягивают к себе такие же чистые души и постепенно разрастается семья света на земле, прокладывая дорогу другим. И мы рады, что все больше и больше частичек великих душ, отважно спустившихся на землю, в этот судьбоносный для нее час, достойно выполняет миссию служения человечеству, взятую на себя еще до своего рождения. На этом мы остановимся сегодня. Безгранично любящие вас Отец-Абсолют и Матерь Мира говорили с вами. Приняла Марта. Вы прослушали тему. Второе пришествие Христа. Почему великие души возвращаются на землю. Приняла Автор субтитров А.Семкин. Продолжение следует...